На российском Дальнем Востоке планируют развивать логистическую инфраструктуру. Об этом речь шла во время встречи президента России Владимира Путина с бизнесменами в Хабаровске. С подробностями наш стопкор Татьяна Шевчук. Здесь, на берегах приграничной реки Амур или Хайлудзян, с первых же минут встречи президента России с бизнесом звучит тема сотрудничества с Китаем. В зале предприниматели из разных регионов Дальнего Востока и Москвы. Те, кто уже давно КНР видит одним из ключевых партнеров. Развитие наших отношений с Китаем интересно двум странам. И КНР, и Российской Федерации. И, конечно же, тут не могут не участвовать логистические компании, у которых грузообороты с каждым годом нарастают. И транспортные компании, логистические компании уверены в том, что существующей инфраструктуры уже недостаточно сейчас. А потому запрос от бизнеса оказать меры поддержки от государства для создания современной логистической инфраструктуры. Нужно развитие прилегающих к пунктам пропуска участков. А этому, по мнению бизнесменов, может помочь распространение на эти районы льгот действующих на территориях опережающего развития, благодаря которым предприниматели получают преференции при инвестициях. В целом, почему нет? Это возможно. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны Минфина. Договоримся. Это правильно, я согласен полностью. И по пунктам пропуска надо решать, и по логистическим центрам. Количество пунктов пропуска тоже планируется увеличивать. Сейчас, например, хабаровским предпринимателям приходится экспортировать строительные материалы в Китай через соседние регионы. Это увеличение стоимости. Ситуация характерная для дальневосточного бизнеса. Большие надежды у бизнеса, пожалуй, всей страны на новый пункт пропуска на острове Большой Уссурийский или по-китайски Хэйсиадзидау. Проект заявлен как грузопассажирский, представлен президенту страны и уже в ближайшее время планируется приступить к его реализации здесь, на российском берегу. Пока же по действующим коридорам растет грузооборот, расширяется номенклатура товаров, увеличивается объем сделок в национальных валютах. Автомобильные погранпереходы, потому что это скорость, это в том числе запрос Китая и по пищевой, с точки зрения пищевой промышленности, а это опять же упирается в сроки. Поэтому здесь нужны хорошие склады, здесь нужны хорошие, быстро работающие, оперативно работающие погранпереходы с хорошей пропускной способностью. Поворот на восток бизнес совершил настолько активно, что инфраструктура только начинает его догонять. Модернизация необходима всем 24 пунктам пропуска на границе двух государств. Товарооборот уже достиг этажа, превысил обозначенный лидером России и Китая 200 миллиардов долларов, очевидно. Дальше задачи более амбициозные, и о недостижиме уверен бизнес. Татьяна Шевчук, Алексей Шабельников, CGTN, Хабаровск.